всем привет сегодня покажу небольшое видео по работе вордкам экспресс и создание управляющей программы для контроллера микро nc в данном примере будем делать трафарет так создадим новую модель допустим было открыто размер задаете миллиметрах мы нулевую точку поставить если требуется по центру или какой-то из углов имя муки создаем пустой проект и импортируем век вектор вектор импорт вот я заранее приготовил вектор присланы не одним из пользователей так тут можно в центр лучше ставить всегда эту галочку так как если вектор нарисован там по другим координатам тонн в поле не попадет а будет где-то вне поля находиться придется вручную перетаскивать так программа это за вас делает ровно по центру все разместит и жмем импортировали вектор он состоит из двух контуров замкнутых вот таких вот теперь для того чтобы сделать программу потребуется инструмент а именно вот инструмент под наш лазер делается это просто можно допустим сразу выбрать траектории 2d траектория обработка по профилю так выбираем где у нас лазер пойдет вдоль вектора внутри или снаружи данном случае наверное должен пойти внутри для того чтобы если вы выбираете внутри или снаружи вектора должны быть замкнуты и не иметь пересечений или наложение там два вектора друг на другом тогда это стратегии не будет работать будет показывать откром ошибку будет работать если вы выберете вдоль но там где будет наложение там там лазер два раза может проехать ну как по двум линиям сразу отработать но в данном случае я думаю что вектор целый нормальный без всяких там проблем сейчас мы выбираем внутри и задаем начальная глубина 0 конечная глубина 4 если требуется вырезать за несколько проходов то можно задавать тут как бы подразумевается конечно глубина но у вас это число будет подразумевать количество проходов так как в инструменте мы зададим там максимальная глубину который он может обрабатывать это миллиметр соответственно программа будет дробить на энное количество проходов и создавать управляющую программу нам и контроллер в общем нужном виде допустим тут поставим за два прохода у нас же код создать два прохода откан создаст для вырезки там этих элементов можно выделить один элемент сразу можно по отдельности сделать или сразу для двух то есть для двух надо зажимать кнопку shift левой рукой и кликать по двум элементам или можно сразу выделить вот так вот сразу соответственно выбираем инструмент у меня заранее заранее был уже готов инструмент но можно сделать новый жмем добавить инструмент выбираем концевая фреза так как лазер у нас теоретически имеет цилиндрическую форму когда прорезает ну и будем подразумевать что у нас именно такая форма имеет имеется инструмента самого задаем название пишем допустим диодный лазер написали задаем диаметр ну обычно это 02 миллиметра две десятых вот где шаг по z задаем миллиметр это очень удобно в том случае когда вот требуется несколько проходов вы уже тут задаете просто нужное количество проходов в конечной глубине и арткам соответственно дробить все проходы заданную глубину делит на шаг по z и получается там сколько ну требуемое количество проходов соответственно шаги задаем можно задать там тоже две десятых это в том случае если будете стратегию из по использовать по стратегию с заполнением внутри вектора если потребуется внутри вектора все закрасить грубо говоря выжечь сплошняком то как раз вот этот параметр будет работать в виде смещения змейки когда выжигать все будет так в этом параметре частота вращения оборотов минуту задается мощность лазера как раз ее можно будет в зависимости от разных стратегий в проекте менять там допустим вы выжгли какой-то текст что-то сделали и для текста вы там задали допустим 150 мощность на всю катушку потом решили контур выжечь в конце и отдельной стратегии сделали обработку в которой уже указали 255 на всю мощность лазер включили и соответственно он прорежет вам и вырежет заготовку ну это ладно так сдаем тут для диодного можно выжигать и 255 задавать сразу так вот рабочая подача рабочая подача подразумевает это подача у нас будет при которой будет происходить прожиг то есть перемещение рабочее перемещение с включенным лазером по вектору или вдоль него тут соответственно задаем скорость обычно это 800 там 1000 миллиметров в минуту подача врезания одинаковые задавайте она принципе у нас не будет участвовать в процессе и будет игнорироваться постпроцессором потому как там это не используется так и все вот такой вот такие вот настройки для лазера какие жмем появляется инструмент выбираем его дальнейшем при создании программы не надо будет уже ничего создавать просто выберите из списка ваш готовый инструмент и нажмете выбрать все вот тут можно открыть меню и наблюдать вот все эти параметры которые мы там вписали можно их подредактировать соответственно мощность поменять на разных стратегиях и скорость там скорость прожига или вреза если это будет вырезка так потом добавить подводы особо не нужны но если вы вырезаете там что-то и остается бортик какой-то там то можно конечно попробовать добавить подход по дуге там еще что-то нужным радиусом с отком создаст врезку и выйдет также по дуге соответственно но я обычно это не использую прям так все нормально получается это больше наверное даже для плазмы интересно чем для лазеры для плазменного станка соответственно жмем кнопку вычислить сейчас прописываем имя программы и жмем кнопку вычислить сейчас об и у нас как раз арткам выдал ошибку открытые и закрытые вектора и создал программу все таки он ее создал но так внутри кстати создал странно ну ладно обычно он пишет ошибку и не хочет ее создавать это как-то с этим вектором повезло а вот он вот ему не нравился вот тут вот был один вектор прорисован файле поэтому он и ругался на него можно отмену нажать конечно мы отмену нажали программка траектория осталась а вектор удалился импортированный ладно мы сейчас тогда траектории удалим удалим так потом заново импортируем вектор и посмотрим где у нас тут было проблемка сейчас я его попробую убрать контур а вот контур убрала это выделение осталось сейчас македлета удалим и попробуем заново выделить вектор и нажать вы сейчас все без проблем программа создалась никаких ошибок не написала так ну далее вот траектории у нас есть и вот это вот стрелочки они показывают движение лазера при резании соответственно это можно все дело скорее всего у вас этого не будет по умолчанию это настраивается сейчас скажу где меню так по-моему вид я уже забыл так да вот он траектории показывать можно поставить галочку показ направление резания и соответственно от кам будет показывать направление резания вот такими стрелочками очень удобно иногда бывает особенно когда делаете программу для фрезера попутные встречные чтобы узнать какую сторону фреза у вас перемещается немного не в темное так все программка нас есть заходим меню траектории и выбираем сохранить траекторию как в этом окне выбирается если у вас несколько траекторий то можно то что в левом окне не сохраняется то что в правом сохраняется можно комбинировать допустим перекидывать в левое в левое окно слева вправо и тем самым комбинировать местами положение тем самым указывая поочередность выполнение всех стратегий в вашей программе потом выбирается через обзоры папка куда сохраняется будет сохраняться управляющая программа там сразу на флешку или какую-то папку и пишется ее имя задается ими программки и выбирает постпроцессор постпроцессор надо выбрать всего один раз потом далее он будет постоянно у вас тут сам автоматически уже выбираться привяжется и все вот у нас сейчас кнопку сохранить она не активна потому как у нас нечего сохранять мы перекидываем сюда нашу обработку которые мы задались для трафарета и у нас кнопка сразу стала активной нажмем кнопку сохранить все программ сохранился из повторно попробуйте нам предлагает заменить вот и все теперь можно эту программку сохранить и на sd-карту и вставить контроль или запустить на обработку как ничего такого сверхъестественного нет а так потом немножечко сейчас еще покажу по значит покажу сейчас как работать с двумя так если у нас там что-то сделано вот допустим так сейчас мы возьмем и удалим нашу траекторию так и сделаем 2d траектория профиль пусть будет у нас также внутри инструмент наш диодный лазер и у нас первая обработка и 2 обработка и у нас уже получилось две траектории если мы сейчас зайдем сохранить траекторию как-то мы увидим две траектории вот как раз про то что я говорил это вот первая у нас часть это вторая часть мы можем поменять местами и сначала вырезать вот эту часть потом вот эту или соответственно перекинуть и опять сначала первым потом вторую как вот так можем первую не вырезать сюда и перекинуть только вторую сохранить и только вот только вот эта часть будет вырезаться или вот только вот это как как будет удобнее так и надо делать в общем вот так вот все компонуется достаточно просто также забивайте ими программы жмется кнопка сохранить все программа сохранена если зайти в эту папку